Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер, коллеги, рады снова с вами встретиться, да, здравствуйте, так, ну что, мы с вами продолжаем, я думаю, что сегодня у нас будет крайняя встреча, посвященная рамкам, да, правилам групповой психотерапии, соответственно, если есть какие-то вопросы, тоже можно будет их сегодня разобрать. В принципе, мы основные моменты с вами проговорили, что касается правил, да, я посвятила этому несколько встреч, прямо они подряд у нас шли. И сегодня я хотела бы уже такие тонкие какие-то нюансы, да, с вами затронуть, которые могут возникать, больше уже исходя из опыта, наверное, да, из практического. Поэтому, вот, чтобы мы с вами закончили, да, уже эту тему, и дальше будем уже продолжать с вами двигаться в сторону методов, да, введения групп. Я думаю, что будем так двигаться. Здравствуйте, да, кто присоединяется. Рада всех видеть. Ага, мы продолжаем. Так, ну, значит, с чего бы мне начать? Значит, правило, да, что мы всегда начинаем вовремя, заканчиваем вовремя, всегда встречаемся в один и тот же день, ну, допустим, там, в пятницу, да, и какое-то время у нас. Понятное дело, что участники будут нарушать, кто-то будет опаздывать, кто-то может не приходить и так далее, да. Соответственно, что мы в данном случае делаем? Ну, во-первых, такие моменты мы для себя отмечаем. Здесь очень важно, обычно я проговариваю участникам о том, что если вы опаздываете, да, то у вас не должно возникать таких мыслей, что раз я опоздал, значит, я вообще не пойду на группу, да. Потому что даже если остается пять минут до завершения группы, и участник может включиться, да, в этот момент, то лучше это сделать. Почему? Потому что, как мы помним, на группе ничего не происходит просто так. И как минимум мы в этот момент сможем отследить для себя несколько важных вещей. Первое. Во-первых, спросить у него чувства. Это важно. В тот момент, когда участник заходит новый, ну, тот, который опоздал, да, в группу, он, естественно, не знает, что до него в группе происходило. Какие были истории подняты, да, что сейчас с группой эмоционально происходит. И человек приходит, ну, вот, с улицы, да, грубо говоря, но при этом он, не зная совершенно то, о чем мы говорили, он всегда эмоционально может считать ту атмосферу, в которой группа находится. И очень часто, когда как раз вот начинаешь спрашивать, что вы чувствуете, участники сами отмечают, они говорят, так удивительно, вот, допустим, я сюда шла с хорошим настроением, да, а сейчас вот я сюда зашла, и я вот чувствую, что вот в воздухе что-то висит, да, ну, например, какое-то напряжение или какие-то тревоги, страхи, еще что-то. Это считывается вот просто эмоционально. И эта информация, она бывает очень полезна для всех участников и особенно для ведущего, да. Какое она имеет отношение к динамике группы, конечно же, лучше смотреть, ну, уже в процессе, да. Там вы будете разбираться с этим самостоятельно, вам будет понятно, про что это, да, потому что, ну, вот так вот сейчас вырвать из контекста, это будет сложно. Но это такая опорная для вас точка, которую нельзя пропускать, да, это первое, то есть что он чувствует. Далее можно у него спросить, если время позволяет, конечно, да, допустим, по какой причине он не смог сегодня вовремя присоединиться. Имеется в виду, это не отчитывание, да, что, что, ай-яй-яй, нет. Здесь имеется в виду, что осталось выяснить, что осталось как бы вытесненным, да, какой материал остался вытесненным за пределами группы. Это тоже нам дает очень важную информацию. Почему? Потому что так как психоанализ, да, групповой работает с бессознательным, мы говорили уже, соответственно, вот саму по себе группу, да, и вот это пространство времени, когда группа идет от начала до конца, мы рассматриваем вот не как какие-то обычные события, которые происходят с нами в жизни, да, очень, ну, не часто, а всегда участники путают одно с другим, да, потому что им кажется, что прийти на группу, в принципе, это то же самое, например, что сходить в театр, там, с родными, с друзьями, или отметить день рождения, или там весело посидеть в кафе, или сходить на какую-то важную встречу, или сходить к врачу, допустим, да, не знаю, к стоматологу. Вот, ну, как бы у них в сознании вот эти вот все события, они как бы выравниваются как будто бы в одну линию, ну, в принципе, как будто бы это одно и то же. Какая разница, что я на группу терапевтическую пришла, что я пришла, допустим, на лекцию, да, разницы, в принципе, никакой. Ну, максимум, что участники могут для себя допустить, это может быть вопрос каких-то приоритетов, да, что для меня важнее. Но никто не рассматривает этот процесс с точки зрения бессознательного, понимаете. Поэтому, ну, вот, вы, соответственно, как ведущие уже к этому готовитесь, а участников, ну, постепенно к этому ведем, потому что осознанность, она, конечно же, появляется не сразу, да. Но смысл в чем, что вот это вот пространство, да, которое находится в процессе нашей групповой психотерапии, это не просто встреча, это не просто пространство и не просто время. Это именно психическое пространство, по сути, группы, да, каждого отдельного участника и ведущего. Психическое пространство внутреннее, да, имеется в виду вот этот вот внутренний контейнер, да, психологический, который либо способен, либо не способен соприкасаться с какими-то чувствами для того, чтобы с ними соприкоснуться, прожить их, да, и утилизировать экологично. Почему это важно, да, потому что, когда процесс происходит таким образом, то у нас есть возможность у чувств любых, да, есть природное качество заканчиваться, да, но при одном условии, если мы их можем грамотно сконтенировать и утилизировать, то есть, другими словами, прожить. И на самом деле чаще всего мы не проживаем свои чувства, особенно какие-то очень сложные, травматичные, да, токсичные, которых слишком много для того, чтобы, да, то есть нам нужно подрастить нашу способность, наши ресурсы, вот такой объем чувств каких-то переварить, да. И, соответственно, так как мы как раз-таки не можем этого сделать, то у нас появляется такой процесс в жизни, как отреагирование, да. Я об этом часто говорю. То есть там, где появляется пространство для отреагирования, там схлопывается пространство для проживания. Вот почему одно из правил в группе – это когда мы учимся ничего не делать, но при этом только лишь проговаривать, да, и чувствовать, и проговаривать, но не делать физически, потому что это ключевой навык, очень важный для нас и для группы в целом, да. Отреагирование в жизни выглядит таким образом, что как раз-таки в жизни случаются какие-то события, да, которые нам очень не нравятся и которые мы не можем изменить, да, события или патологические сценарии в отношениях, да, или притягиваются определенные люди, которые нам совершенно не нравятся, да. Вот это вот все. Это речь идет об отреагировании, то есть как бы разыгрывании, да, то есть нужно разыграть, да, вовне, в реальности то, что мы не можем прожить, да. Это как я часто привожу аналогию со снами. Если вы посмотрите на свои сны, да, то вы можете заметить такой момент, да, что в снах очень часто нам понятно, что события могут быть разные во сне, декорации разные, но если вы посмотрите, что вы чувствовали во сне, да, то, как правило, там возникает какое-то чувство, которое для вас актуально было, ну, там, в течение недели до, например, этого сна, да. То есть получается, что мы не смогли полностью как-то вот эмоционально прожить какую-то ситуацию в жизни, да, которая нас эмоционально сильно зацепила в течение недели. И тогда возникает сновидение, которое нам помогает допроживать эти чувства, да, как природный психотерапевт. Причем интересно, что там всегда совершенно другие декорации. Почему сложно провести аналогию, да, то есть если, с реальностью, да, если проводить аналогию на основе каких-то смыслов, то не получится, как правило, да. А вот если начать следить за своими сновидениями с точки зрения чувств, то тогда аналогию провести очень даже получится. Единственное, что может, ну, вводить в заблуждение, это то, что в жизни это может быть какая-то лайк ситуация, прям совсем, да, а в сновидении она, как правило, доведена до абсурда, да, то есть она многократно усиливается в плане чувств, да. То есть я не знаю, если в жизни у вас какой-то важный для вас коллега или партнер по бизнесу просто опоздал, да, и вы испытали какую-то тревогу в этом месте, потому что эта встреча для вас была очень важна, да, то в сновидении, да, если вы не переработали этот опыт эмоционально, человек может, я не знаю, ехать там, переехать вообще, жить в другую страну, грубо говоря, да, то есть это будет усиленно, да, вот это вот чувство, ну, какой-то, я не знаю, потери, да, вот так, как я тут буду без него, да, что будет, тревожность вот этого, да, многократно усиливается. То есть, ну, другими словами, да, что вот эти вот все отыгрывания, да, появляются в жизни там, где мы с чем-то не можем, с какими-то чувствами соприкоснуться и прожить их до конца, вот. И по этой причине вот это вот пространство групповое, мы, несмотря на то, что, может быть, хочется, да, это сравнить с любой другой встречей, да, но на самом деле это не так. Поэтому мы и анализируем, что в это пространство размещается, а что остается за ее пределами. То есть, имеется в виду, вот именно вот во время группы, да, вот там, не знаю, с четырех до полшестого, где находился участник. Нас не интересует, где он был до группы, где он будет после группы, но если он отсутствует, да, то очень интересно, где он находится именно в процессе групповой терапии, например, да. Либо, если человек, допустим, пропускает встречу, то тоже, да, какие, какие вот, ну, то есть он же не просто так ее пропускает, то есть там либо есть какие-то мотивы, либо есть какие-то чувственные переживания, да, которые ему не дают возможность прийти на эту встречу, либо объективно у него что-то случается в жизни, ну, не знаю, какая-то внеплановая ситуация, и вот он понимает, что, ну, тут без вариантов, да, то есть мне в любом случае надо ехать там какие-то документы срочно оформлять, и мне назначили это время вот на период моей групповой психотерапии. Соответственно, человек пишет вам о том, что, знаете, я не могу присутствовать там сегодня, завтра и так далее, да, потому что у меня сложились обстоятельства непреодолимой силы, это очень важный вопрос, я не могу его отложить, я там вынужден ехать, да, тогда мы анализируем наоборот, да, то есть мы понимаем, что, ага, значит, вот на вот этой встрече групповой что-то такое проживается, да, вот что там проживается, какие истории поднимаются, какие чувства, о чем они, да, вот что происходит на этой группе, когда его туда не пускают обстоятельства, то есть это, ну, разыгрывание, то есть это происходит не случайно, это организует его бессознательно, автоматически, почему? Потому что он еще не готов с этими чувствами соприкоснуться даже на группе, не то чтобы в жизни, да, в жизни то же самое все происходит, но мы, по крайней мере, да, вы как ведущий можете уже это проанализировать и понять, отметить для себя, ага, значит, вот этот участник у меня, значит, защищается, у него автоматически включается защита вот в этом месте, да, ну, и вы смотрите, что там обсуждалось на группе, каким эмоциональным переживанием его бессознательно, его не допускают автоматически, да, все очень взаимосвязано, это очень глубокий, интересный процесс, да, поэтому вот эти вот опоздания или отсутствия мы анализируем со всех сторон, и с той стороны, что там происходило, и с этой стороны смотрим, что здесь происходило, да, когда его не было. Если вдруг он в какой-то момент появляется в группе, мы тоже отслеживаем сразу несколько моментов для себя, там, что он чувствует, в какой момент он присоединился, да, то есть имеется в виду, что в какой момент, что обсуждалось, когда группа вдруг стала более ресурсной. Более ресурсной имеется в виду, что, допустим, какой-то участник отсутствует, да, мы понимаем, что группа, она сейчас не полностью в сборе, да, а это значит, что, ну, не до конца она в ресурсе, да, то есть есть какие-то части, которые вытеснены по какой-то причине, да, это всегда не случайно происходит. И если вдруг, обсуждая какую-то историю, человек включается в этот момент, да, то мы понимаем, ага, значит, вот то, что обсуждалось, является выходом, является ресурсным каким-то моментом, либо иллюстрацией чего-то очень важного, да, нам для понимания того, почему группа была не ресурсной, и где и находится, в чем находится, допустим, ее ресурс. Ну, самый простой пример, допустим, там что-то группа обсуждает, какой-то у них вопрос подвис, они не знают, какой выход найти из этой ситуации, и вдруг кто-то начинает говорить о том, что, допустим, он видит для себя решением вот этой вот проблемы, которая там обсуждается, например, заняться своей жизнью. То есть, вот больше сконцентрироваться как бы на себе, начать заботиться о себе, больше размышлять о том, что нужно мне, да, и вот он начинает это говорить, как гипотезу, да, озвучивать на группе, и в этот момент раз, и приходит, допустим, недостающий участник. И я понимаю, что да, это действительно выход, потому что мы помним о том, что, несмотря на то, что вы являетесь ведущим, да, группы, все равно терапевтом является группа. То есть, ваша задача даже, ну, как бы не вести группу за собой, не направлять ее, да, а больше анализировать, и скорее следовать за ней, наблюдать, потому что группа, она очень мудрая, она точно знает в 10 раз больше, чем вы, и, несмотря на то, что, может быть, участники, не зная теории, да, которые вот мы сейчас с вами рассматриваем, но там совсем другие процессы же запускаются, да, и она, она, эта группа в целом имеется в виду как живая, да, как живой организм, как матрица энергетическая, она точно знает все, да, и она вот с вами разговаривает, и ваша задача понимать, о чем она говорит, она показывает и проблемы, показывает пути выхода, да, на примере вот этих вот всех историй и вот этой вот групповой динамики, про которую я сейчас и говорю, да, то есть вы считываете групповую динамику, а в какой момент она стала там ресурсной, или наоборот, вы смотрите, в какой момент человек вышел из группы, раз, и его выбило, например, или меня выбило, да, у меня там связь закончилась, или еще что-то, да, вот эти вот моменты мы все отслеживаем. Так, сейчас я посмотрю, по-моему, вопросов не было, да, у нас. Да, я не видела вопросов. Так, двигаемся, двигаемся дальше. Это вот что касается правила, что мы всегда начинаем вовремя, да, и заканчиваем вовремя, да, но тут такой момент, что, опять-таки, это вам на выбор. Допустим, начинаем в 4, заканчиваем там в 5.30, да, но не всегда есть возможность, прям вот вы будете, я не знаю, ноль в ноль, да, там заканчивать, вы будете человека останавливать, прям на полусловие, можно так делать. Я видела ведущих, ведущих, которые так делают, да, потому что для них принципиально важно заканчивать, ну, вот прям ноль в ноль. Я не всегда категорично в этом месте, я не знаю, это правильно или неправильно, хорошо это или плохо, это на ваше усмотрение, да. Конечно, очень важно стремиться к тому, чтобы вовремя заканчивать, 100%. И, в принципе, если, допустим, не получается заканчивать вовремя, да, то это, опять-таки, является предметом анализа. Нужно смотреть, что происходит, почему так происходит, опять смотреть, как это связано с динамикой группы. Например, бывает так, что начинается группа, и она там час вообще не работает. Ну, вот, они то молчат, то говорят про какие-то новости. В общем, ну, нету никакой работы, да. И в конце, допустим, там остается 20 минут до завершения, они начинают раскачиваться, раскачивать, и потом их не остановить. И уже время закончилось, а у них вот прям идет поток, и вот они говорят, 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 и я вижу в этом месте, что и они видят, что время закончилось. И вот оно идет, и я понимаю, что, да, все равно я их сейчас буду останавливать, потому что, ну, иногда бывает так, что там человеку нужно буквально одно предложение, чтобы его закончить, и я разрешаю, да, то есть я говорю о том, что у нас закончилось время, но пару слов, да, вы можете там еще сказать, допустим, да. А иногда бывает, что это не про одно предложение, это бывает, что прям группа несет, вот прям вот как понос, знаете, вот. И ладно, если бы это было один раз, просто бывают такие группы, что у них это систематично происходит, и тогда нужно анализировать, про что это, да, то есть это можно вынести на супервизию, да, но в любом случае это такой момент, который надо для себя отмечать, и понимать, почему происходит именно так, почему группа долго раскачивается, что им мешает начинать с самого начала включаться. Ну вот один из вариантов, например, да, тоже такой момент, что обычно перед психотерапией хорошо бы, если было бы, ну, был какой-то люфт по времени до и после, это такой, ну, экологический какой-то минимум, да. Обычно участники это чувствуют интуитивно, и они выстраивают свой график таким образом, чтобы у них был вот этот чуть-чуть люфт до, и чуть-чуть после, да, имеется в виду, что, знаете, ну, не так, что вот я сейчас сижу на совещании каком-то, да, на работе, и там раз, и через минуту я включаюсь в группу уже, да, то есть вот этот момент переключения с одного процесса на другой, он не позволяет настроиться, потому что это, еще раз, да, возвращаясь там к предыдущей мысли, это не еще одно совещание, вот в чем ситуация. Хотя хочется на это так смотреть, но это лишь иллюстрация того, как устроен ваш внутренний психологический аппарат, психический, да, что с ним происходит, в каком он состоянии, что он переваривает, что не переваривает, почему не переваривает, да, вот, и мы-то заинтересованы в том, чтобы он как раз-таки был максимально настроен, да, настроен как инструмент, как пианино, вот если оно не настроено, оно не будет играть, то есть оно не будет выполнять свою функцию, да, и функция психологического аппарата заключается в том, чтобы мы могли проживать весь спектр чувств, потому что от этого зависит качество нашей жизни, да, проживать, что мы разыгрываем там и то, что как раз-таки то, с чем мы не хотим соприкасаться, понимаете, вот, и то есть это невыгодно, по сути, для нас, нам нужно стремиться в другую сторону, да, но для этого нам нужно настраивать свое пианино, поэтому, в принципе, ну, надо доносить, как бы, мысль, что мы для этого собрались, если участники хотят прорабатывать свои запросы, им важно этому научиться, это не еще одно совещание, да, вот, переключусь там с одного, или некоторые там в такси едут, и уже там уже группа началась, они еще едут в такси, и вот они там на бегу, на скаку, на лету, вот это вот, да, это же тоже иллюстрация того, что, ну, бардак полный происходит, и что мы удивляемся, да, в этом месте, как тут можно что-то переваривать, а и другое дело, когда ты настраиваешься, вот, с этой точки зрения, очень хороша, очная, да, терапия, неважно, групповая, индивидуальная, потому что, как правило, до нее нужно ехать, и вот, когда человек едет, не знаю, за рулем, там, еще где-то, да, то вот он полчаса едет, допустим, и вот он уже мысленно настраивается, у него уже терапия началась, он уже думает, он уже не включен ни в какие процессы параллельные, он уже думает, о чем я сегодня буду говорить, вот, что я чувствую, что у меня происходит внутри, да, и вот он заходит на терапию вовремя, и он уже готов, и дальше пошла вот эта музыка, да, то есть аппарат настроен, он работает в полную мощь, и после тоже важно, потому что, вот я вспоминаю одну участницу группы моей, она всегда, она очень занятой психотерапевт, да, и у нее всегда очень много практики, и как только мы доходим до какой-то сложной ее темы, и вот казалось бы, ну, давай уже раскрывайся, давай проживи это, да, позволь себе, все эти чувства на группе, а она прямо так и говорит, вы знаете, я вот, мне подкатывает, но я, я сдерживаюсь последних сил, потому что я понимаю, что я смотрю на свое расписание в ежедневнике, и у меня нет места там для того, чтобы проживать свои чувства, то есть она вроде бы приходит на группу, чтобы их проживать, но она не может себе позволить это сделать, потому что у нее сразу после группы, сразу же там буквально через 5-10 минут, грубо говоря, идет клиент, да, и она говорит, ну как, я же вот вся в макияже, я, 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 если сейчас буду рыдать здесь, а я, если ночной буду рыдать, то я же вся опухну, я вообще как в таком виде пойду клиенту дальше, и она ставит как бы в приоритет своего клиента, потому что не организовано пространство для себя, любимое в первую очередь, и получается, что вроде бы она функционально на группе присутствует, но до конца она себе не разрешает проживать какие-то чувства, и тем самым, по сути, ну, защита, да, то есть защита, потому что пока она это не проживет, это будет разыгрываться, разыгрываться и разыгрываться в ее жизни, да, вот эти вот всякие разные ситуации будут случаться, будут подтаскиваться, не те люди притягиваться, и она все равно будет проживать эти чувства, да, но просто она не сможет их утилизировать, она будет ходить по кругу, вот так вот, да, на одни и те же грабли наступая, вот, поэтому очень важен вот этот вот взгляд, да, на группу, что это не просто очередная встреча в данном случае, и вот, ну, в какой момент ее заканчивать, вы решаете для себя самостоятельно, да, но в любом случае стремимся к тому, чтобы она и начиналась и заканчивалась тоже вовремя, ну, и, соответственно, опаздывать, конечно же, не рекомендуется, ведущему в частности, потому что это вопрос безопасности, мы говорили, да, если участники будут тревожиться относительно безопасности, которую обеспечивает ведущий, да, то они не смогут позволить себе испытывать те же самые чувства на более глубоких уровнях, потому что безопасность – это база, да, поэтому вот нужно стремиться к тому, чтобы вы эту рамку выдерживали в качестве примера, да, для всех остальных. Это тяжелая работа, да, то есть это то место, где ты в некоторой степени себе не принадлежишь, потому что ты понимаешь важность вот этих рамок, да, потому что рамки сами по себе являются терапевтичными, особенно если мы говорим про какие-то психотические ситуации, ядро, состояние части группы, да, вот эти вот там, это все очень, ну, это лечится только вот предсказуемостью и стабильностью, потому что там этого нет, да, ну, как только мы заходим на психотическую сторону, там нет никакой предсказуемости, там вообще все, как говорится, как в сказке из серии, да, абсолютно не как в реальности, да, смотрим на стул, видим цветочек. Как это лечить? Только предсказуемостью. Если вы не будете выдерживать рамку, у вас будет очень много тревоги в группе, и вы будете стопориться здесь, потому что они будут тогда держать эту рамку и тревожиться по поводу этой рамки, да, вот, поэтому тут ваша ответственность, да, такая вот, это, ну, такой метод у нас, да, это я говорила, не консультативная психология, поэтому там, где можно себе позволить рамки двигать, здесь этого не позволительно, потому что это само по себе является терапией, выдерживание рамки, соблюдение ее. Так, двигаемся дальше. А, ну, тут еще такие вот есть интересные моменты, что некоторые участники, когда видят, что время заканчивать группу, и чувствуют в этом месте, что группа продолжает свою работу, а ведущий еще не завершил эту работу, по разным причинам, да, то они, значит, могут себе позволить просто выйти, без предупреждения, ну, вроде как, да, ну, вот обращая на это внимание, я обычно говорю о том, что я и есть рамка, да, потому что участники говорят, ну, мы же заканчиваем все довольны, если вы продолжаете, это ваши проблемы, да, нет, это не так, я рамка, ведущая рамка, я рамки устанавливаю, я могу их менять, и я говорю, что у меня здесь самые правильные часы, то есть ориентируемся на меня, а не на время, да, потому что, например, если брать, опять-таки, очный формат групп, то это не онлайн, где мы сидим вот так и смотрим на часы, и все видим эти часы, следим за ними, да, в очном формате никто на часы не смотрит, вот, соответственно, там все в таком, ну, в потоке находятся, и когда ведущий завершил, тогда он и завершил, они только смотрят, когда мы начинаем, а когда мы начинаем, да, они смотрят, потом они садятся по стульчикам, и мы же там все убираем, да, в очном формате, то есть там нету такого, что люди сидят в телефоне смотрят, нет, это вон, это недостаток онлайна, да, вот, вот, что мы сидим, и вот эти часы у нас все время перед глазами, вот, соответственно, надо учиться доверять ведущему до учиться опираться на ведущего да и двигаться в соответствии с тем как он говорит да потому что он является рамкой и его часы самые правильные среди всех кто есть среди всех участников да кто присутствует на группе ну то есть тоже имейте в эту дальше да значит вот это вот правило свободных ассоциаций свободной дискуссии без заданных тем но здесь мы помним о том что когда группы еще только-только начинать свою работу ведущий больше включен в процесс да он больше может как-то вот говорить группе что сейчас происходит потому что они еще не знают как устроен процесс но действительно вот мы тут говорим а что это означает а зачем это да то есть вот их постепенно чуть-чуть вначале надо обучать и поэтому чуть больше включаться чем дальше до группа становится более самостоятельно более зрелой уже она уже справляется и соответственно ведущие уже меньше включается в процесс он можете позволить больше каких-то пауз просто наблюдать ну включается это имеется ввиду что сознательно ведущий всегда включен естественно да но он просто я имею ввиду что он может меньше давать каких-то интерпретаций да и вообще дальше вот мы с вами будем смотреть разбирать методы ведения группа инструменты и там вот один из инструментов это то что вот если вы хотите сейчас что-то сказать на группе в качестве ведущими дать какую-то интерпретацию помолчите вот прям надо даже наоборот себя останавливать я вообще да взяла себе заправила что как только я хочу что-то сказать ну туда на более поздних сроках конечно тоже начале начале их нужно обучать они будут тревожиться да не понимать что происходит а дальше дальше там дело в том что понимаете в чем ситуация там есть несколько моментов ну вот самое первое это то чтобы не свалиться в отреагирование потому что мы же помним да что для нас очень важно научиться проживать чувства потому что только когда мы проживаем на группе они могут утилизироваться то и закончится то есть это значит что по сути мы достигнем своего запроса понимаете потому что если вы ставите какую-то цель перед собой вы точно знаете что вам это нужно но вы ее и и не достигаете и вы не знаете почему то есть не получается у вас то ответ всегда очень простой это означает что там находятся какие-то чувства с которыми вы не можете соприкоснуться не в состоянии ну либо вам нечем да то есть нужно выращивать внутри себя этот контейнер либо но слишком травматично да пока вот куча каких-то психологических защит поэтому на группе мы учимся проживать чувства и ведущий в том числе и если я хочу что-то сейчас сказать им я должна остановить себя и подумать а ты зачем сейчас хочешь это сказать и часто очень часто не всегда но часто бывает ответом но такой внутренний ответ до самой себе что я сейчас хочу это сказать потому что я не могу больше терпеть потому что вот я что-то такое внутри себя чувствую что мне хочется от этого избавиться и поэтому я хочу сейчас сказать вот почему очень часто особенно в начале групповой терапии но в первые месяцы мы наблюдаем очень много советов потому что но мы пока участники пока не понимают что смысл терапии не в советах да когда кто-то выносит свою страшную историю другие пугаются и начинают давать советы начинают горят подожди и расслабься ты сделай вот так вот так вот так вот так или там кто-то говорит я знаю что нужно делать у меня была такая ситуация я сделал то-то 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 вот сделать так же тебе поможет и вот этот начинается до или да не нету вот все хорошо ты не переживай вот начинают какие-то вот эти вот успокаивать давать совет вот это это не работает все но мы не не для этого приходим на группу работает здесь вот что когда мы слышим какую-то историю мы начинаем ее проживать и мы смотрим свои чувства что я чувствую вот я вот это услышал до что я чувствую это вместе в первую очередь мы смотрим на свои чувства мы их проживаем да у нас на 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 фоне этих чувств могут всплыть какие-то свои аналогичные истории а может быть совершенно другие какие-то истории да но вот это вот все очень терапевтично то есть никогда мы человеку говорим слушать и надо сделать 1 2 3 4 5 нет это не то да а вот именно проживание соответственно и ведущий тоже когда хочет что-то сказать лучше остановись остановились посмотри еще ну я себя слушаю но тебе какая разница вот ты сейчас это скажешь или ты это через час на группе скажешь ну скажешь через час ну посиди чуть-чуть потерпи я значит собираюсь пока и сижу сижу такая да и дальше смотрю за процессом очень часто кстати бывает так что то что я хотела им сказать через там буквально пять-десять минут группа сама а до этого доходит и начинает это проговаривать и я понимаю что мне уже не надо говорить они сами справились и это классно потому что по большому счету наша задача любого терапевта до не сделать клиента зависимым от себя а сделать так чтобы он справился со всем самостоятельно как помните я вам рассказывала какая ко мне одна клиентка приходит не так давно и говорит о нем муж значит тоже будет в терапию она говорит слушаем у меня тут зависть появилась она говорит я говорю почему она говорит муж мой ходит к терапевту значит и терапевт ему говорит сделай вот так 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 и так прям конкретно рекомендации дает и горит представляешь и крутые же рекомендации дает там допустим там вот это вот это вот это вот это вот это и она такая меня смотрит и говорит слушай горит а почему ты мне этого не никогда не даешь я на него смотрю улыбаясь игры потому что у меня задача другая потому что я радуюсь в том месте когда ко мне клиент приходит и он мне сам говорит то чему я его по сути могла бы научить я говорю потому что моя задача в этом заключается чтобы ты сама пришла ко мне и рассказала то что я бы могла тебе рассказать а моя задача тебя к этому подвести как мы подводим к этому вот мы учимся проживать потому что не отсутствие советов не недостаток советов людей ну не из-за этого люди не могут достигнуть своих целей а совсем по другим причинам поэтому важно вот здесь вот не соблазняться не сваливаться вот поэтому себя как бы тоже держим да ну говорим себе чуть позже дам интерпретацию да сейчас что буду делать а сейчас буду проживать очень сложно бывает проживать особенно если происходит что-то очень психосоматическое например да когда тебя внутри ты не можешь определить что это за чувство да еще непонятно группа маленькая допустим там не знаю десятая встреча только грубо говоря а чувств уже много но они проявляются пока в в телесных реакциях и вот ты сидишь и если участники еще как-то могут себе позволить отреагировать да хотя не знают правила но ты-то как ведущий точно не можешь да то есть ты же как сидишь как пример вот ты не можешь сейчас не встать не пройтись а внутри тела просто уже разрывается на мелкие кусочки потому что сложно это выдерживать очень большое напряжение или когда начинаешь засыпать засыпать никто же спать хочешь а потому что защита включается до автоматическое на группе а за счет того что она усиливает многократно эти чувства то блин хоть спички в глаза вставляя и вот нужно это все выдерживать то есть разные моменты бывают а поэтому но вот здесь надо готовиться в общем к этому ко всему но помогает что помогает осознанность когда ты понимаешь что то что с тобой сейчас происходит она имеет отношение к тем историям которые звучат на группе либо к тем историям которые не звучат сейчас на группе да если они допустим сопротивляются ходу терапии можно дать какую-то интерпретацию в этом месте допустим что группы сейчас не работает что видимо что-то очень тяжелое на подходе то с чем мы не хотим соприкасаться вот и здесь еще вот что касается этого правила до свободных ассоциаций хочу просто вам напомнить о том что не бойтесь паузы которая возникает в группе и очень важно выдерживать особенно ведущего да и не прыгать в эту вот образовавшуюся пустоту потому что мы помним о том что в процессе вы когда возникает пауза на группе всегда она актуализирует тревогу всегда у всех все начинают жутко тревожиться в этом месте и это и хорошо потому что тревога это единственное чувство которое актуализирует и запускает внутренние изменения то есть к ним невозможно прийти через другие чувства поэтому тревога это очень хорошее чувство и наоборот я группу двигаю обычно ну как сказать я им показываю если у них в процессе работы групповой нету вот этих пауз то я всегда им это показываю я конечно не заставляю но я показываю я говорю что вот обратите внимание почему-то место для паузы у нас в группе нет то есть важно этому учиться соприкасаться с паузой выдерживать внутреннюю тревогу потому что это и будет запускать трансформационный процесс внутри вас то есть как я знаете люблю здесь говорить так что что билетов первым классом на следующий уровень нет то есть имеется ввиду что с комфортом перейти на следующий уровень невозможно это всегда сопряжено с преодолением боль боль да то есть мы развиваемся только через боль вот поэтому когда мы видим что участники пытаются максимально комфортно сделать для себя процесс то есть имеется ввиду не соприкасаться с паузами на группе потому что это действительно сложно дается по разным причинам этой встречи с фрустрацией это и тревога это и внутри тебя переполняет чувство которое надо выдерживается хотелось бы вот сказать да а вот ты начинаешь их проживать как раз таки в этом месте да и людям кажется что зря потраченное время почему потому что опять-таки включается вот этот автоматический стереотип что какая разница я пришла на лекцию к стоматологу или на групповой терапии им кажется что это одинаковые процессы и тогда конечно получается что если это относится к как лекции или как походу к стоматологу то там совершенно другие процессы там конечно же ты вот этот кусочек времени хочешь использовать для себя максимально эффективно то есть имеется ввиду кому использует а то есть делать что-то имеется ввиду сделать и получить результат здесь мы учимся ничего не делать как раз таки ну понимаете вот это вот вечно что-то делать нас и приводит к тому к чему приводит да а вот для того чтобы нам достичь того чего мы не можем достичь нам надо не делать нам надо забыть слово делать в этом месте нам надо начать жить чувствовать чувствует проживать чувства с которыми вы не хотите соприкасаться и когда я сижу на группе и пусть даже для меня нету место да там возникла пауза или кто-то со своей истории там лезет а я в этом месте проживаю какие-то чувства это очень хорошо если я их осознаю до имеется ввиду что да для нас конечно важно их проговаривают но вот вот что касается важности проговаривать здесь речь не идет о том что мне обязательно надо все выпали да и вот тогда я свою функцию сделал нет здесь имеется ввиду что вот допустим бывает что вы что-то чувствуете но вы не можете это проговорить вы не можете то есть вы бы хотели вы знаете что надо но вы не можете по разным причинам страшно стыдно тревожно вообще не могу слова сказать как например на большой группе это часто бывает а где сидит там от 50 человек 100 человек сидят я хочу что-то сказать я не могу сказать или я вот вспоминаю в школе допустим в классе 30 человек учительница спрашивает вот такой то вопрос кто знает ответ я знаю что я точно знаю я знаю я понимаю что я сейчас могу получить 5 я вижу что никто не знает но я знаю но мне страшно поднять руку меня страшно ответить вот если бы она меня спросила конкретно да и мне деваться было бы некуда тогда я бы встала и сказала что да вот я знаю но когда меня никто не спрашивает и вот это вот тишина в зале что называется она говорит кто готов я понимаю что готова но не могу руку поднять не страшно вот вот то же самое происходит и здесь вот с этим да вот с этим нужно работать и здесь как бы неважно когда вы это скажете сейчас вы это скажете или через неделю это неважно но важно стремиться к тому чтобы все-таки найти какую-то форму чтобы это озвучить можно начать издалека это помогает например сказать о том что вот вы знаете я сегодня всю группу молчала потому что мне очень хотелось кое-чем с вами поделиться но мне очень сложно и я не могу вот не могу и все вот я даже сейчас понимаю что я не могу вам это сказать но могу да то есть вот издалека начать хотя бы вот так и когда вы уже чуть-чуть проговорите дальше на самом деле вы сможете уже там если даже не на этой встрече что на следующий ли вам группа поможет как-то вот они помогут вот это имеется ввиду когда мы говорим о том что важно но проговаривают а когда мы точно ничего не удерживаем с точки зрения каких-то вот блоков а когда мы точно можем это сказать но не говорим в данный момент времени потому что мы это проживаем и потому что сейчас говорит кто-то другой и или там мы выдерживаем паузу например да то это тоже очень ценный сам по себе процесс и ничего страшно ну вы можете об этом сказать там в конце группы две минуты буквально когда ведущий спрашивает что 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 вы чувствуете можете поделиться в конце сказать о том что я сегодня проживала ценный опыт для себя вот такие то чувства проживала с вами не делилась но потому что вот просто внутри себя проживала там если захотите как нибудь поделюсь допустим или следующий раз поделюсь если будет интересно и на следующей группе можно поделиться да ведь это такие вот знаете важные моменты когда мы только начинаем вот начало занятия и завершение занятия да потому что завершение обычно ведущий спрашивает что вы чувствуете да на сегодняшней встрече вот мы заканчиваем до поделить с вашими чувствами и как раз вот что у вас там созрела за всю эту встречу за полтора часа вы можете такую квинтэссенцию до самый сок выдать поделиться либо если не успеваете по каким-то причинам то всегда в начале следующей встречи тоже когда мы только-только все собрались или кто-то еще опаздывает подключается обычно в начале вот в 90 процентов случаев во всех группах всегда возникает пауза потому что но все пришли а кто будет начинать еще непонятно да и вот если у вас есть что то что осталось прошлых встреч и вы там не успели это сказать не было места да ну вы что-то проживали вам хотелось поделиться скажите это в начале следующей группы прям с самого начала скажите о том что вот я в прошлый раз не смогла поделиться да там не хватило места времени еще чего-то но это важно да вот я хочу сегодня с вами поделиться и вот начинаем рассказывать то есть в принципе место всегда можно найти вот если захотеть так я вам говорил уже о том что очень важно учиться это прям такой навык которому вы будете учиться годами потому что ну сложно он дается но мне по крайней мере но я думаю всем на самом деле видеть группу целиком да то есть вот не отдельные до какие-то части и разбирать сидеть есть искушение свалиться в индивидуалов а целиком и соответственно целиком видеть это означает что замечать не только те части или тех участников которые включены в работу но и тех соответственно кто молчит да вот про отсутствующих на сегодня поговорили есть и те которые молчат да соответственно важно всегда стремится как-то особенно если это уже какая-то тенденция если это не тенденция ну а просто там но сегодня там решили помолчать какие-то люди да ну в целом ничего страшного если замечаем какую-то тенденцию или вы чувствуете напряжение или еще что-то да там же очень много в процессе работы происходит на уровне чувств да то есть это даже невозможно теоретически объяснить это про то как вот я говорю когда человек допустим отсутствовал навстречу подключать став последние пять минут и он считывает в воздухе какое-то чувство он вообще с другим настроением пришел он включил все раз и как бы вот его окутывал какое-то чувство да и она каждый раз разное может быть на самом деле и вы же тоже как ведущий будете чувствовать группу определенным образом вот и соответственно вы можете прям включить тех участников которые молчат сказать либо прямо спросить вот там о чем вы молчите либо сказать группе о том что вот вы знаете у нас сегодня группа не полностью включена у нас есть люди которые молчат пожалуйста поделитесь о чем вы молчите сегодня да то есть как бы ваша задача включать группу настолько насколько это возможно либо давать какие-то опять-таки групповые интерпретации что значит допустим там для группы да когда она выбирает для себя такую стратегию до поведения в отношениях что-то не договаривать пассивную агрессию почему бы ее не перевести например в активную агрессию что мешает что для вас это значит и здесь они могут начать вспоминать свои истории что он скажет ну да у меня так а почему у меня так и каждый начнет рассказывать что вода я оказывается в отношениях много молчу я почему-то свою агрессию предпочитаю выражать пассивную а почему действительно почему не активным чем пассивную а что мне мешает легализовать окей если там что-то мешает то здесь то что мне мешает на группе когда мы видим ту же самую картину на группе да то есть если кто-то там молчит систематически то скорее всего это является проявлением пассивной агрессии групповой данные не отдельно участников а именно групповой то есть группа как мама получается до женщина вот выстраивает такие отношения с мужчиной что она почему-то предпочитает замолчивать то что ей не нравится то что ее бесит раздражает еще что-то да она она начнет там не знаю прогуливать опаздывать не оплачивать вовремя накапливать долги молчать на группе да то есть то есть как бы активно она не горит слушал ты меня бесишь потому что раз два три четыре пять я злюсь на тебя потому что раз два три четыре пять да и и здесь не имеет значения насколько это объективно не объективно да здесь еще раз я напоминаю что здесь важно озвучивать свои чувства и проживать учиться их по-другому то есть если пассивно проживать агрессию вы научились то как правило на собственных примерах вы уже знаете чем это заканчивается ничем хорошим не заканчивается да а вот попробовать ее легализовать да и посмотреть что из этого получится потому что как только вы ее легализуете она сможет утилизироваться да и вы увидите результаты даже в жизни в своей после этого тут как бы смысл не в том чтобы выяснять кто прав кто виноват да многие боятся озвучивать какие-то свои вот эти вот чувства потому что может быть боятся что на них будут нападать в ответ что а вдруг я буду неправ а кто-то для кого-то является невыносимым быть плохим в принципе до испытывать чувство вины и чувство стыда вот она все вылазит потихонечку понимаете одно за одним и как раз это ты и мешает вам дальше двигаться в этом направлении поэтому на группе мы не разбираемся кто прав кто виноват у нас нету понятия плохо хорошо правильно неправильно нет мы просто учимся осознавать свои чувства проговаривать их и вместе проживать вместе проживать это имеется ввиду что да понятное дело что реакция может быть любая абсолютно но она очень ценная почему она ценна и не с точки зрения того чтобы тебе там по папе надавали да нет а с точки зрения того что люди начинают со переживать со переживать это имеется ввиду что это не обязательно когда они чувствуют то же самое что и ты да но они могут разные чувства проживать но это же ведь реакция на то что ты сказал то есть по сути они помогают тебе же утилизировать вообще целый спектр чувств которые вот они как бы рядом ходят да вот ты что-то озвучиваешь что я там злюсь на что туда другой начинает там еще что-то испытывать в этом месте вот она как раз они помогают друг другу участники утилизировать это все да нет задачи разбираться кто прав кто виноват мы наоборот у нас же есть правило до вот этих вот свободных ассоциаций когда мы говорим любые свои мысли чувства фантазии без цензуры это важный момент зачем он нужен он же нужен не для того чтобы мы друг друга растоптали там нет а для того чтобы как раз таки мы могли все это достать озвучить прожить и утилизировать мы не будем разбираться кто прав кто виноват это есть вот так я смотрю что у вас сегодня и вопросов вообще нет хорошо здесь все понятно так сейчас посмотрим что еще я тут не забыла а ну вот такой важный момент да это то что я вам даже покажу сейчас у меня есть такая папка очень большая папка вот очень большая папка в общем я записываю все что на группах у меня происходит и вообще конечно я стараюсь это делать после группы чтобы в процессе все-таки быть максимально включены и раньше я это всегда делал после групп когда у меня их было не так много вот но сейчас у меня уже очень много групп да и иногда очень вот такой плотный график и я если я понимаю что но вот объективно я просто не успею я забуду лучше все-таки записать то я тогда сажусь и какие-то основные моменты для себя до чтобы не забыть любые вот инсайты какие-то важные истории да может быть групповый динамик в общем все что интересно на мой взгляд происходит на группе и что я считаю нужно записать да потому что мне хочется это потом про супервизирует мне кажется это важно вот еще раз потом вспомнить вернуться перечитать как-то с этим по в общем такая важная информация которую важно не забыть да вот не вытеснить никуда я ее записываю прям на группе сажусь и записываю ничего страшного то меня тут рядышком ручка листочек и вот я как бы смотрю да ну могу какие-то моменты быстренько для себя записать это не отнимает очень много времени да но в принципе замечание мне никто никогда не делал из участника в этом месте потому что я стараюсь для группы в целом в этом случае и без вот этих записи было бы очень сложно супервизировать я думаю что надо прям вот молодцы те терапевты которые и индивидуальную практику записывают она у меня как-то это не особо прижилось вот почему-то индивидуальная до терапия а вот группа у меня прям все под запись и и здорово когда приходишь на супервизию тебя все вот это записано ты начинаешь читать и ты вот по этим триггерным точкам ты начинаешь воспроизводить ты вспоминаешь очень многие вещи и вот она как бы восстанавливается полностью вся сессия да потому что у нас же запрещены любые вот эти аудиозаписи видеозаписи все это запрещено это нельзя делать поэтому вот максимум что мы можем это взять ручку листочек и записать я с радостью это делаю потому что ну без вот этой ценной информации я не знаю как группа вела мне это очень сильно помогает так сейчас появился какой-то у меня вопрос так может ли накапливание долгов у клиента быть связано с тем что он не говорит о своих чувствах подавляет в себе в обыденной жизни сто процентов сто процентов причем интересно что в данном случае опять-таки речь идет скорее всего о пассивной агрессии то есть вот эти вот долги мы рассматриваем с этой точки зрения и ну что здесь делать да опять таки это на ваше усмотрение что вы будете делать с этим в любом случае это нужно интерпретировать естественно да и у нас нет секретов никаких да вот тут тоже не надо бояться озвучивать это нам другой вопрос что вы можете не прямо говорить о том что вот вы знаете у нас на группе вот есть участник такой-то такой-то который вот не платит да нет не так мы говорим о том что как группа относится к тому что у нас есть участники которые ходят но не платят все а кто это вы можете не говорить они сами скажут да ну то есть тот кто за собой знает он это скажет это важно вносить в поле важно об этом разговаривать это важно легализовывать да не надо ничего утаивать и тогда у вас в этом месте но будет идти проработка другой вопрос что опять-таки но сделать так чтобы вот они прям вот так вот все выстроились да нет конечно же не получается но здесь смотрите на ваше усмотрение что как может быть там свыше какой-то суммы вы не будете разрешать как решите да то есть можно в принципе вообще это запрещать но я более лояльно в эти в этих местах все-таки подхожу к этому я почему потому что я смотрю на это с точки зрения групповой динамики все таки да потому что например бывают какие ситуации вот например есть группы там чуть больше чем там 7 месяцев допустим до работаем 7 месяцев в группе есть очень агрессивная участница очень агрессивная да ну просто ну всем тяжело да с ней и группе и ведущему все очень сложно и вдруг в какой-то момент она объявляет о том что у нее там какая-то работа организовалась и в общем связи с этой работы теперь она будет ходить на группу таким образом что допустим у нее в месяц будет два пропуска то есть три раза там два раза она будет приходить а два раза она будет отсутствовать потому что она в это время будет на работе но при этом конечно же пропуски она плачевает и вот как здесь поступить кто-то может сказать что из ведущих например что я не разрешу я этого сделать потому что я буду очень рада если она уйдет потому что она всех достала тут уже и я уже просто хочу чтобы она ушла да и я спокойно смогу работать с группы в этом месте и поэтому он вынашивает планы что вот я ей скажу что так нельзя это нарушение правил поэтому вам нужно поискать лица другую группу нет же можно же по-другому к этой теме подойти наоборот можно рассмотреть что в этом месте группа двигается дальше что вот она настолько сильно было агрессивно в группе что она уже сама понимает что с ней всем тяжело и она как бы бессознательно организовывает свою жизнь таким образом что она ну как бы ограничивает группу немножко от своей агрессии чтобы дать им пространство работать то есть она по сути заботится таким образом о группе понимаете то есть с точки зрения общей групповой динамики ситуация меняется то есть как бы группа развивается он двигается дальше и я бы в данном случае наоборот бы и разрешила потому что ну посмотреть о чем будет дальше нам же легче будет если ее но она поменьше будет появляться в группе да вот поэтому вот и что касается долгов то же самое там надо смотреть так почему это запрещено вы имеете ввиду в группе запрещено потому что в америке есть такая практика у психологов записать на камере что мы потом анализирует ситуацию сессию вы знаете дело в том что есть такая практика и в принципе вы можете ее внедрять пожалуйста если вы посчитаете нужным но при одном условии что если вы предпочитаете это внедрять то тогда вам нужно это обозначить с точки зрения все должны быть в курсе и все должны дать согласие на это потому что ну например вот если я иду в какую-то терапевтическую группу как участницы и мне говорят о том что вы знаете вот наши там встречи будут записываться на диктофон или на камеру потому что допустим потом я буду это супервизировать да и вот мне нужно чтобы вот полностью все это было сохранено допустим мне об этом заранее говорят и я уже думаю мне это подходит или нет не подходит по разным причинам вот кому-то это подойдет а кому-то это не подойдет у меня были случаи когда участники уходили из групп на поздних сроках где не было никаких записей вообще но у них постоянная была такая паранойя зашкаливающая что им все время казалось что нас прослушивают и что он уходит потому что он говорит вы знаете но я понимаю что мне для того чтобы свою проблему здесь проработать я должен ее озвучить а я не могу озвучить потому что я считаю что как бы нас прослушивает он говорит не то чтобы я там записываю что-то вообще нас прослушивают соответственно не дай бог если пьящего что-то там записывала да он по мне сразу в начале у него такой уровень тревожности он бы сказал нет спасибо не надо меня это не устраивает вообще нет поэтому пожалуйста делайте но если все будут не против да вот я не делаю потому что ну запрещено имеется ввиду что не знаю как это не заведено да ну вот как-то я для себя выбрала что я не буду записывать я вот тетрадочки виду мне этого достаточно да потому что в принципе онлайн сложно работать да вот из-за всяких этих тревог а еще если и записывать мне кажется люди меньше будут говорить они будут еще больше напряжения ну у меня есть такое чувство я не знаю с у вас как бы при этом я знаю примеры где люди работают под запись в группах нет в группах я таких примеров не знаю наверняка не есть как вы говорите в америке так далее а вот индивидуальную терапию да конечно там бывает что записывают это с клиентом иговаривают заранее вот в общем вот так это нарушение этики кодекса психолога нарушение конфиденциальности записывать на камеру или диктофон ну может быть да просто этика мне кажется в различных аналитических организациях есть свой кодекс да вот но опять-таки я говорю о том что если вы это озвучиваете и всех это устраивает ну наверное так можно делать я знаю случай где индивидуальную практику так ведут вот с группами я не знаю примеров где вот запись ведется честно говоря но у меня и потребности такой нет вот так что еще вам сказать у нас пять минут остается может быть есть еще какие то вопросы поняла вас это в кодексе этики если есть какие то вопросы еще можем успеть что еще хотела вам тут сказать а ну вот вкратце да кстати говоря про запись у нас вот запись не практикуется у нас практикуется наблюдатели вот это вот есть тема то есть когда в группу приходит наблюдатель доверие важнее записи ну да это это я согласна но дело в том что доверие в том месте где все очень сильный регресс регрессирует до до доверия нам топать там грится не всем это легко дается к этому надо стремиться но вы правильно все пишите да просто не все не все могут к этому приблизиться потому что понимаете чтобы чувствовать доверие в группе где происходит очень мощный регресс это по-другому да если сказать то это означает что нужно чувствовать доверие к своей матери и к своему отцу многие ли из нас могут этим похвастаться то есть это скорее может быть то к чему мы стремимся до то ради чего мы работаем но когда происходит регресс то там а чаще всего этого нет вот и там же всякие переносы контр переносы запускаются вот это вот все мы же с бессознательным работаем поэтому вот тут сложности бывает много у меня же вообще вплоть до того что там вот я наблюдателя в группу ввела и там чуть ли у меня там группы не посыпалась в этом месте потому что потому что это наблюдатель потому что я их заранее не предупредила потому что это мужчина понимаете вот так то есть например сидит а группа где собрались только женщин Так это же там не случайно только женщины собрались, есть же причина там, вы понимаете. И когда в поле появляется мужчина, их там рвет на части так, что я вот уже, по-моему, сколько, пятую встречу никак не могу в чувство группы привести после того, как у меня наблюдатель появился. Мужчина, который вообще молчит, который психолог, он учится на группового психотерапевта. Наблюдатель в группе сидит год только. И он вообще не принимает участие в группе вообще. Он просто сидит, мы его видим, у него видео включено, звук выключен. Он просто смотрит за процессом. Динамика меняется колоссальным образом. Вот группа до и группа после, это вообще две разные группы. Они вот просто себя собрать не могут уже, которую встречу. То есть это такие очень тонкие, сложные процессы. Так, ну что, все тогда. Вопросов больше нет. Значит, тогда из взрослой части личности и быть самой себе надежным родителем. Ну, да, это здорово, если у вас это получается. Можно тут, как говорится, себя похвалить в этом месте. Да, ну, к этому важно всем стремиться. Вот. Ну все, мы тогда заканчиваем, да, на сегодня. Значит, будем в следующий раз тогда продолжать уже, уже, наверное, по правилам. Пока сделаем паузу. Я много вам рассказала, уже, наверное, надоело про правила, вот, говорю, да. Будем с вами дальше про методы ведения групп говорить. Если какие-то вопросы будут возникать, не стесняйтесь, пишите мне в директ. И я тогда в следующий раз на них с удовольствием буду отвечать. Все. Спасибо вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok